Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Крым арендовать не предлагал, но референдум на полуострове провести нужно. Сегодня на пресс-конференции народный депутат Андрей Артеменко рассказал детали встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Нардепа обвиняют и, напомню, в передаче экс-советнику президента США Майклу Флину так называемого мирного плана. Напомню, на минувшей неделе издание New York Times сообщило о том, что план Артеменко якобы предусматривает вывод всех российских войск с востока Украины, а также проведение референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50 либо на 100 лет. Сам народный депутат подтвердил, в последнее время Москву посещал регулярно, но своей разработки там ни с кем не согласовывал. Наличие какого-либо плана он отрицает, но говорит о мирных инициативах, которые и передал коллегам в США. Также Артеменко опровергает сотрудничество с какими-либо другими политическими силами в Украине. Я официально заявляю, что не пан Бойко, не пан Львачкин, не имеет никакого отношения к моим мирным инициативам. Я никогда с ними с этого привода не встречался и не обговорил. Кроме этого, Артеменко отметил, что о его мирных инициативах знал лидер радикальной партии Олег Лешко. Более того, презентовать свои наработки в США нардепы должны были вместе. Пан Олег Лешко должен был ехать со мной в США на все эти заходы, в которых я принимал участь. То есть на инаугурацию, о чем он публично информировал, на молитвы на снега, на те встречи, которые я подготовил именно для Олега Лешка с украинской диаспорой, с плевовыми конгрессменами и сенаторами, с плевовыми представниками в ближайшем окружении администрации Трампа, с другими людьми. Он полностью был проинформован. Намеревался ли Лешко совершить вояж в Америку с мирным планом под мышкой, неизвестно, поскольку у этого политика даже нет американской визы. Ее аннулировали еще в конце минувшего года. Все обвинения Артеменко главный радикал отрицает и тоже обвиняет нардепа, которого сам привел в парламент в рядах своей партии во лжи. А поскольку лучшая защита нападения просит генпрокурора немедленно подать прошение об аресте своего коллеги. Радикальный лидер сегодня отрицал многое, в том числе и переговоры о коалиции. Мы не берем участие в формовании какой-то коалиции. Другой, мы не собираемся доучаться до коалиции БПП и Народного фронта. Чтобы убедить в этом всех и вся, главный радикал даже записал видеообращение. Хотя заявление противоречит всему, что было сделано и сказано на прошлой неделе. Тогда Ляшко призывал всех объединиться в коалицию вокруг его антикризисного плана. И даже подписал с БПП и Народным фронтом так называемую Декларацию Единства. Подтвердив этим, что будет голосовать за инициативы большинства. Ляшко майже завжди был в коалиции. Незважаючи на его риторику, его партия тричьи голосовала за державные бюджеты. Она регулярно голосовала за необходимые кадры и призначения, за те законопроекты, которые необходимы были власти. Если анализовать только за действиями, то эта партия была членом коалиции. Она не выходила, не оставила. Это оставление было номинальным. Игра в имитацию, видимо, затянулась. Хочется и к власти дорваться. В парламенте ходят слухи, что Ляшко торгуется за кресло спикера. Хотя сам он все отрицает. Еще один лакомый кусок – министерские кресла. В апреле правительству год. Возможно и рокировки. Ляшко придется выбирать, говорят политологи. Если он действительно выйдет в коалицию, точнее подпишет коалиционную угоду, тогда он может повторить «Шлях мороза» один в один, который тоже пошел на коалицию, помните, с партией регионов. В результате они просто исчезли как политическая сила. Поэтому в данном случае, скорее всего, будет какой-то гибридный вариант коалиции. А вот политолог Руслан Бортник уверен, Ляшко надеется, что возврат в коалицию сыграет ему на руку, когда запахнет парламентскими перевыборами. Этого ждать не так уж и долго. Возможно, радикальная партия Ляшко вернется в коалицию для того, чтобы, а, используя административный ресурс, и, б, иметь доступ к силовому блоку государства, который позволяет более эффективнее бороться с оппонентами, особенно имея не очень хорошие рейтинги. От 5 до 8% поддержки выборцев. И очевидно, что перед выборчим период эти рейтинги могут еще больше просисли, потому что не выполнена никакая обещанка, которая давалась перед прошлыми выборами. Так стоит ли верить категоричным заявлениям Ляшко о невозможности коалиции, который уже не раз доказывал грош цена его словам? Вспомнить хотя бы историю вокруг госбюджета 2017. Нардеп чуть ли не каждую неделю рассказывал, что голосовать за него фракция не будет. Фракция радикальной партии не поддерживает этот бюджет. Но в день голосования случилось чудо. Все присутствующие 18 депутатов фракции, в том числе и Ляшко, нажали «за». Поговаривают, полицила получила за это немало. Около полумиллиарда гривен уйдет на закупку пожарных машин у предприятия, аффилированных членами радикальной партии. Какие суммы или портфели смогут поменять мнение Ляшко теперь? Время покажет. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности, телеканал «Интер». Не исключены рокировки и в Нацбанке. По информации интернет-издания, уже на этой неделе, предположительно в четверг, может опустить кресло главы НБУ. Причем Валерия Гонтарева якобы сама объявит об этой отставке. Впрочем, как уверяют источники, приближенные к администрации президента, Порошенко пока не готов ее отпускать. Нет реальной кандидатуры на этот пост. Пресс-служба НБУ информацию об отставке пока не подтверждает, хотя по данным наших источников, на место Гонтаревой уже претендует экс-премьер Арсений Яценюк. Тем временем в Раде зарегистрировали постановление о создании спецкомиссии, которая должна провести аудит деятельности Яценюка на посту премьера. Без детального и ретельного аудита деятельности Яценюка неможливы жодные призначения на те или иные важные посады. Тем более призначение на посаду главы НБУ. Его место в въезнице, его место на нарах, его место далеко не в НБУ, а снова в уряд. Мы зарегистрировали, соответственно, речь постановок про создание темчасовой специальной комиссии, чтобы провести такой ретельный аудит. Без такого аудита любые новые призначения означатимуть государственный переворот. В Народном фронте подтвердили, что обсуждают кадровые рокировки в НБУ. Однако Яценюк не собирается подсиживать Гонтареву. Во всяком случае, так утверждает нардеп Виктория Сюмар. Что касается Арсения Яценюка, насколько мне известна его позиция, он не хочет обнимать эту посаду, хотя, конечно, но, в определенном, такие пропозиции и такая возможная рокировка обговорятся. Тем временем, Международный валютный фонд не спешит с предоставлением очередного транша Украине. В графике заседания Совета директоров украинского вопроса нет. МВФ должен был оценивать ход реформы, борьбу с коррупцией в нашей стране, Киев обязался провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих, бюджетников, открыть земельный рынок, а после получить 1 миллиард долларов кредита. Его фонд одобрил еще в сентябре минувшего года, напомню. Улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции в страну поможет создание службы финансовых расследований. Об этом заявил премьер-министр на совещании, посвященном противодействию финансовым преступлениям. Напомню, ранее в правительстве представили законопроект о создании нового органа по борьбе с финансовой преступностью. Служба это будет дементализовано, заберет часть функций у МВД, часть у налоговой и часть у СБУ. И в первую очередь это касается права проверок бизнеса. И МВС, и СБУ, и податковой и милиции, и много других контролеров у нас есть, которые заважают иногда не то, чтобы работать, а заважают жить. Поэтому логика наступна. Ликвидировать эти функции по работе с бизнесом о финансовых вопросах и в СБУ, и в МВС, и ликвидировать податковую полицию, милицию. Разом с тем, створить один орган, который будет заниматься профессионально этой деятельностью, и таким образом минимизировать в том числе и злоевживание, и подвищить эффективность работы о расследовании таких финансовых махинаций. Железнодорожная блокада на Донбассе продолжается уже больше месяца. Напряжение нарастает, о прекращении работы сообщили еще несколько заводов. С нами на прямой связи мой коллега Олег Решетняк. Он сейчас находится в Донецкой области. Олег, здравствуй. Какая ситуация в регионе? Да, добрый вечер, Наталья. Блокада продолжается, вместе с ней появляются все новые и новые проблемы. Например, Донецкий металлургический завод, который находится на неподконтрольной Украине Интерфаксы сегодня остановил последнюю доминую печь и тем самым прекратил свою работу. Это причина. Ну, причина это перебои с поставками в Донецк железнорудного сырья из-под контрольной части Украины. Вот, в то же время самопровозглашенные лидеры так называемых ДНР и ЛНР ставят ультиматумы украинской власти. Дескать, если блокаду не снимут, то боевики возьмут под свой контроль заводы, находящиеся под юрисдикцией Украины. Если это произойдет, говорят в оппозиционном блоке, то украинский бюджет недополучит 12 миллиардов гривен. Рабочие места потеряют около 60 тысяч шахтеров. Не поддерживает блокаду и Леонид Кучма, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, блокада не помогает Украине, а наоборот работает на Россию. Проблема, что мы сейчас говорим на всех уровнях, что там украинцы живут. И мы же хотим их повернуть назад, и что они действительно считали себя украинцами, а не иноземными гражданами. Повод той же России використовувати эту ситуацию насамперед для того, чтобы на свой бік людей Донбассу переконывать. Такие заходы не допомагают, а наупаки. Несмотря на все эти проблемы, радикалы перекрыли железнодорожное сообщение еще на одном направлении. Теперь остановлено движение между Донецком и Мариуполем. Свой новый редут блокадники назвали Соло-Вейко. Также хочу напомнить, что из-за нехватки антрацита уже несколько суток заблокирована работа ряда металлургических предприятий. Производство остановили Инакиевский металлургический завод и Краснодон-Уголь. Под угрозой и будущей других предприятий, в том числе возможной остановки завода, заявили на Днепровском медкомбинате. Пока это все новости студия. Спасибо, Олег. Олег Решетняк о последствиях ЖД-блокады на Донбассе. Руководитель организации Офицерский корпус Владимир Рубан больше не сможет пересекать линию разгрызничения в зоне АТО. Запрет на такие поездки для него установили сегодня в СБУ. Об этом сообщила пресс-секретарь службы Елена Гитлярская. Напомню, Рубан ранее специализировался на переговорах по вопросам освобождения пленных. Сегодня утром при попытке выехать на оккупированную часть Донбасса его остановили сотрудники СБУ. По некоторой информации он ехал туда, чтобы сопроводить нардепа Савченко. Как стало известно, позднее Савченко сама вернулась на подконтрольную Украине территорию. При этом в СБУ подчеркивают, что официально Рубана не задерживали. Служба безопасности не затримывала Володимира Рубана. Службники службы опитали пана Рубана в связи с фактом порушения в нем установленного порядка перенджения линии размежевания в районе проведения АТО. 56 раз за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец высооранен. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Обстрелы не прекращаются и в Авдеевке, хотя сегодня в этом городе восстановили электроснабжение и подачу воды в жилые дома. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В ангаре бывшего завода царит боевой дух. Хлопцев проинструктували, чтобы за первый раз без потреби не высовывались, потому что ворог не дремлет. Мы так же не отдыхаем, не расслабляемся. Далее продолжим укреплять позиции, заниматься бытой. От этого ангара бывшего Донецкого машино-ремонтного завода осталось почти ничего. Украинские военные продвинулись немного вперед, однако здесь видно, как боевики разрушили здания, какие здесь были бои. Последние четыре дня здесь наши солдаты находятся под шквальным огнем боевиков. На мой взгляд, у них сейчас происходит как минимум ротация или замена особенного состава. Люди, которые с той стороны, им приходит пополнение, основную массу снимают, они не знают местности, не знают особенностей карток в огне. Каждый 20 минут запускают освятые мины, ропами используются, потому что боятся, не знают местности, вначале им плохо видно. таким чином пробуют себя обеспечить. Заморились мы с нами бороться. Из-за техниотанков чуть-чуть заводятся, так они тут и остаются. В этом укрепрайоне у наших солдат своя отдушина. Манекен в танкистском шлеме и военной одежде заставляет наших ребят лишний раз улыбнуться. Единственная девчина Мария написана. Это, что мы про нее только это и знаем. Вот, делаем ее, чтобы голова не стояла. А так все хорошо. Все она тут стоит, контролируя установку. Тропы, шутим лечко, пошкарябан, а то ничего. Бойцы изо всех сил пытаются соблюдать чистоту. Под постоянными вражескими обстрелами сушат выстиранную форму. Грием воду на костре, стираемся там, полувильный час есть. Постиралось, а потом тут сушим. И вот и все. Оно вымерзает, а потом забираем в тепло. Оно там до сухая и все. например, вот. Отлично. Все. Так, что все гораздо, как на войне. только что привезли боекомплект. Защитники родины готовятся к очередному бою с наемниками. Это мы подарки сепарам внесем. Патроны бронебольно-зажигательные убийцы сепаров. Так, так же ему что-то дарить милым людям. Небольшие такие жжалочки, которые разрываются чуть-чуть. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. 11 тысяч военнослужащих за два с половиной года прошли лечение в больницах Днепра. Сегодня, открывая современный неонатальный центр, президент поручил министру обороны немедленно выделить 10 миллионов гривен военному госпиталю. В областной больнице Петр Порошенко пообщался с бойцами ранеными под Авдеевкой. Двоим вручил ордена замужества третьей степени и еще трое военнослужащих получили медали защитнику Отечества. Саме тут, в Днепре, в хвиле так званой русской весны разбилась отвердя, мощные днепровские пороги украинского патриотизма. Саме ваша решительная позиция не залишила ворогу никакого шанса на реализацию так званого проекта Новороссия. Саме тут, в Днепре, он был похован нашими объединенными усилиями и сейчас никто про него даже не вспоминает. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Швейцарии примет участие в сессии Совбеза ООН. Сегодня же, накануне заседания, он успел пообщаться с коллегами-дипломатами, в частности, с Дидье Бургхальтером, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Говорили о ситуации на Донбассе, о безвизовом режиме, а также благодарили швейцарцев за гуманитарную и техническую помощь для переселенцев и армии. Вопрос о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму Евросоюз намерен поднимать на всех встречах ООН. Речь об этом идет в официальном сообщении на сайте Совета ЕС. По словам чиновников, вопрос полуострова остается для них приоритетным. Агрессивные действия России европейцы по-прежнему осуждают и расценивают захват Крыма как оккупацию. В Жолковском райсуде сегодня снова не состоялись слушания по делу о трагедии в Грибовичах. Напомню, в мае минувшего года на полигоне во Львовской области произошел пожар и обвал. Лавина мусора накрыла троих спасателей. Тело еще одного человека так и не нашли. Расследование продолжалось почти год. Наконец, дело передали в суд. Почему процесс забуксовал? Выясняла Галина Якушко. Уже во второй раз слушание дела по трагедии в Грибовичах отложили. Предыдущее заседание не состоялось из-за отсутствия представителей компании, которая в данный момент обслуживает полигон. Сегодня дело тоже не заладилось. Не хватало сразу нескольких участников процесса. На скамье подсудимых только Богдан Горбаль, экс-директор предприятия, которая отвечала за свалку, и его зам Борис Плашенко. Сам же начальник полигона Александр Куприч находится в больнице. У него проблемы с сердцем. Кроме того, один из подозреваемых остался без защитника. Адвокат якобы также оказался в стационаре. Впервые в зал суда не явились и потерпевшие, родственники погибших спасателей. Поэтому судья перенес заседание. Подозреваемые сегодня отказались разговаривать с журналистами. Прокурор считает о преднамеренном затягивании резонансного процесса заявлять пока рано. Сегодняшнее решение суда о переносе слушания с юридической точки зрения полностью оправдано. Следующее судебное заседание назначили на 20 марта. К этому времени участников процесса теоретически должны выписать из больницы. Насколько длительным будет процесс можно только предполагать. Напомню, только на досудебное расследование потребовалось 8 месяцев. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Транспортный коллапс, взаимные обвинения и ультиматумы. Почему жители Черновцов вынуждены часами ожидать автобусы и троллейбусы и кто сделал их заложниками конфликта? Разбирались наши корреспонденты. Житель Черновцов Евгений Марусик ежедневно пользуется общественным транспортом. Мужчина-ветеран АТО. Сегодня утром рассказывает, на остановке простоял полтора часа. Не смог сесть в маршрутку. Маршрутки на горизонте были, они даже подъезжали до остановки, даже остановились, но влезти туда мне, как инвалиду в войне, с протезом было очень тяжело и невозможно. С детьми я видел, что они ехали до школы, в садочки и так далее. Та же самая ситуация. Толпа людей на всех остановках общественного транспорта. Верночь я ни в троллейбус, ни в маршрутку не поместилась. Может, куда это нужно? Хотя куда уже? А все из-за конфликта между городскими властями и перевозчиками. Последние уже несколько месяцев требуют повысить стоимость проезда с 3 до 5 гривен. Но депутаты против. Дескать, сначала нужно качество перевозок улучшить. И если раньше ограничивались предупреждениями, то сегодня мэр был более категоричен. Предъявил ультиматум. Недобросовестным компаниям не место на маршрутах. Перевозчики заявления мэра назвали шантажом. Дескать, и так еле сводят концы с концами. Из-за подорожания бензина и запчастей работают в долг. Лишь на этом предприятии из шестидесятков автобусов на ходу 40. Тяги выходят в строю. Колеса режутся на дорогах. Разумеется. Но мы можем снимать и снаряды, иначе мы не можем. Проблемы и с кадрами, говорит директор предприятия. Водители отказываются выходить на рейсы. Некоторые и вовсе уезжают за границу. Водители увольняются, специалия увольняются. У нас нехватка по предприятию. Порядка 30 водителей нехватка. Если у нас не будет договора, значит, мы не имеем права выехать на линию. Значит, город останется без машины. Уже через месяц в Черновцах планируют провести новый конкурс среди перевозчиков. А если нынешние будут бойкотировать работу, в мэрии обещают выпустить на маршруты весь резерв троллейбусов. Анна Демиденко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Осторожно, школа. Долгострой, который неожиданно превратился в быстро строй с немалыми инвестициями, должен был стать гордостью поселка Драбов Черкасской области. А стал местом опасных для детей. Почему так недолго продлилась радость, и как избежать трагедии, разбирался Станислав Кухарчук. Эта школа должна была стать гордостью Драбова. Она оказалась проблемой для всего поселка. Вначале, как долгострой, здание не могли сдать в эксплуатацию с 16 лет. В 2010-м его на скорую руку за три месяца все же достроили. А сейчас в школе протекает, казалось бы, еще новая кровля. Талая вода и дожди буквально заливают помещение. На прошлой неделе работники столовой едва справились с потопом. Вода полностью уничтожила электропроводку. Дети остались без горячей пищи. Еще и стены покрылись плесенью. Тут было много воды. И выключили плиты для того, чтобы безопасно нам было тут находиться. Причем заливают школу уже третий год подряд. Жалуются учителя. Некоторые классы пришлось закрыть. Зараз закрыли этот класс. Он уже четвертый день закрыт полностью. До этого тут дети научились. Переседали на передние парти, потому что мы боимся, чтобы хотя бы не обвалилося. В отчаянии не только учителя, но и школьники. Учиться в таких условиях просто невозможно. Альтернативного помещения в Драбове нет. Здание старой школы местные чиновники два года назад отдали под военкомат. А в новострое почти 600 детей, как на пороховой бочке, жалуются родители и показывают вывод прошлогодней министерской комиссии. Недоробки при проектувании и заведении будильной невыраховано выникнение снеговых мешков. Аварийная ситуация может выникнуть в любой час. Это было в 2016 году. Рек назад. В районной администрации все списывают на предшественников. Дескать, они принимали и сдавали эксплуатацию школу. А нынешние власти вынуждены искать деньги на ремонт. Были проведены ремонтные работы на 70 тысяч в прошлом году, в 2016 году. Понятно, он этого эффекта не дал. Сколько именно бюджетных денег ушло на ремонт школы 7 лет назад и кто принимал помещение в эксплуатацию, теперь выясняет местная прокуратура. На данный час подозра не оголошена. Будет вопрос про оголошение подозры будет вырешиваться за результатами проведенных экспертиз. Между тем, на перекрытие крыши в столовой районные чиновники все же нашли полтора миллиона гривен. Но на полную реконструкцию нужно еще 20. Ведь учебное заведение сдали в эксплуатацию даже без актового и спортивного залов. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкасская область. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Судя кто, кто расправился с педофилами в Кропивницком? Зеленый Евросвет для Тбилиси. Когда дойдет очередь до Киева? Лала Энд, кто подтасовал результаты главной кинопремии мира? В Кропивницком прокуратура и СБУ задержали девятерых участников движения «Белые львы», которые называют себя борцами с педофилами. Их обвиняют в избиениях и вымогательстве. Страницы этой группы заполнены видео с жестокими расправами над юношами и мужчинами, которые якобы пришли на встречу с девочками-подростками. Среди задержанных один правоохранитель и еще один подозреваемый в погонах сейчас находится в розыске. Все подробности этой истории выясняла Елена Брынза. Группировка «Белые львы» в городе на слуху уже несколько лет и отношение к ней неоднозначное. С одной стороны разоблачители педофилов, с другой жестокий самосуд. Но вот в прокуратуре и СБУ о их существовании как ни странно узнали лишь несколько месяцев назад. Мол, к ним заявлением обратился один из избитых мужчин. В социальных мережах знакомилась с потенциальной жертвой. В дальнейшем они призначали встречи в людных местах, проводили ее пограбования, наносили тяжкие ушкоджения, вымагающие и фиксирующие на видео зазнания о педофилии. После этого шантажирующие размещением данного видео в интернете. Всего задержали девятерых. Один из них оказался сотрудником следственного изолятора. Еще один правоохранитель, которого также подозревают причастность к белым львам в бегах. Среди задержанных четверо несовершеннолетних их родители сегодня весь день дежурили у ворот следственного изолятора. Я до сих пор не могу верить, что это он у меня насколько общительный и спортом занимается. Он постоянно в телефонном режиме. Где бы он не шел? У нас никаких секретов нет. На данный момент установлены 14 потерпевших. Будут ли им предъявлены обвинения в обвинениях к несовершеннолетним в прокуратуре ответили весьма туманно. Я гадаю, что моральный облик людей, которые пытались встретиться с девчатами это будет предметом окремого обговорения в обществе. Но я гадаю, что не может любая особа за любые свои думки внести такие телесные ушкоджения. Такие движения, как Белые Львы, следствие бездеятельности полиции, уверены в местной самообороне. Типа злочинная группа заманивала бедных несчастных людей, избивала. Исходя из этой переписки, я понимаю, что это было не так. Они четко обозначивали, что это несовершеннолетние девочки. Единственное, конечно, метод, надо было выходить и сотрудничать с полицией. На данный момент всем задержанным предъявлено обвинение о вымогательстве и уже завтра суд должен избрать им меру пресечения. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Еще одну преступную группировку, состоявшую из правоохранителей, разоблачили во Львове. Трое полицейских систематически получали взятки и применяли силу к задержанным на железнодорожном вокзале. Взяли их с поличным при получении 8 тысяч гривен. Сейчас у задержанных проводят обыски. Завтра суд изберет им меру пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. В Тернополе скончался экс-глава областного совета Анатолий Жукинский. Известно, что за два дня до этого на него было организовано нападение. Связана ли смерть Жукинского с покушением и в чем друзья погибшего обвиняют правоохранителей? Подробнее узнаем от Жанны Дучак. На бывшего главу Тернопольского облсовета Анатолия Жукинского напали возле его гаража рядом с местной школой вечером в минувшую пятницу. Злоумышленники забрали деньги полторы тысячи гривен и мобильный телефон. Без сознания Анатолий Жукинский пролежал более часа, а когда пришел в себя отправился искать помощь. Со связанными руками он добрался до ближайшего магазина, откуда и позвонил в полицию. Пострадавшего бригада скорой забрала в больницу. Медики констатировали у экс-чиновника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ссадины лица. Но через несколько часов отпустили домой. А в воскресенье после обеда стало известно, что Анатолий Жукинский умер. Сегодня эту новость обсуждает едва ли не весь Тернополь. А учеников школы, рядом с которой произошло нападение, предупредили, чтобы были осторожнее. Сегодня учителька из украинской литературы зашла тема за то, что в Тернополе работают. Сказали, что в пятницу остался несчастный выводок. И сегодня пятеро или шестеро человек в маске побили до смерти людей. В полиции отрицают, что Жукинский умер от полученных травм. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стал инфаркт. А вот местные журналисты считают, полицейские просто не хотят переквалифицировать дело о нападении в дело об убийстве. За последние годы несколько подобных случаев так и остались нераскрытыми. Полицейские, я так понимаю, в связи с всеми реформами и все, что происходит, у них браккадр, и они боятся как в огне повязать эти два факта. То есть факт смерти и факт нападу. Анатолий Жукинский был довольно известной личностью в Тернополе. После отставки с должности председателя облсовета занимался бизнесом, но считался влиятельным в политических кругах. Данил Снисор, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, подробности телеканал Интер Тернополь. И как только что стало известно, Швейцария готова подписать безвизовый режим с Украиной. А пока к Европе еще на шаг стала ближе Грузия. Сегодня Совет ЕС одобрил безвиз для этой страны. Когда же европейцы откроют свои двери для Украины? Подробнее Елена Зорина. Она в Брюсселе. Они стремились к этому более двух десятилетий. Несмотря на риски наплыва трудовых мигрантов, Европа все-таки сказала им да. Политическая целесообразность возобладала. В декабре 2015 Еврокомиссия заявила Грузия выполнила все условия для либерализации и направила свои предложения Европарламенту и странам членам ЕС. В начале февраля этого года Европарламент проголосовал за безвиз для Грузии. И вот теперь это не мечта а реальность. Для туризма и деловых поездок Шенген грузинам вскоре будет не нужен. Три месяца раз в полгода двери Европы для них широко открыты. Здесь в Брюсселе считают это сблизит европейцев и граждан Грузии. Тогда же безвизовая мечта станет реальностью и для украинцев. Ведь путь который преодолела Грузия прошла и Украина. Но ее вопрос поставили на паузу. Впрочем похоже готовы ее снять. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Киеву уже пообещал к лету безвиз будет. Хотя в украинском МИДе надеются это случится раньше уже этой весной. А вот что говорят эксперты. Большое пленарное заседание в начале апреля где весь парламент будет голосовать. После этого небольшая пауза. Вы знаете есть разные мнения во Франции относительно виз для украинцев. Но думаю Совет Европы скажет свое окончательное да Украине в середине мая. И уже в середине июня украинцы смогут свободно путешествовать по Европе. Церемония подписания соглашения о безвизовом режиме с Грузией состоится уже в эту среду. А спустя 20 дней после публикации документа в официальном журнале ЕС система заработает. Есть хорошие новости сегодня и для Киева. Совет ЕС также поддержал механизм при остановке безвизового режима с третьими странами. Это страховка от наплыва мигрантов. А еще это финишная прямая для Украины на пути к долгожданному безвизу. Уже завтра состоится так называемый визовый триалог. Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят украинский вопрос. И после этого скорее всего начнется процесс имплементации. А вот судьба соглашения об ассоциации за которое на прошлой неделе проголосовали в Нижней Палате Парламента Нидерландов снова для Киева под вопросом всему виной жаркие дискуссии и заявления голландских политиков. Вот например сегодня кандидат в премьеры этой страны Сибран Бума он же лидер христианско-демократической партии заявил что хочет выбросить этот документ в корзину поэтому не исключено что вопрос ратификации соглашения уже к середине марта снова переиграют все зависит от результатов выборов в Нидерландах. Из Брюсселя Елена Зурина Вадим Сверидонов подробности Европейское бюро телеканала Интер Закрыть свои границы для мигрантов из Евросоюза готовится Британия Это произойдет одновременно с официальным запуском процедуры Брекзита Почему Лондон так спешит порвать с Европой узнаем от Светланы Чернецкой наш сапкор в Лондоне Брекзит значит Брекзит это любимая фраза премьера Терезы Мэй долгое время была предметом насмешек но похоже пришла пора воспринимать ее буквально Британия собирается перечеркнуть один из главных европейских принципов свободу передвижения сейчас любой европеец может переехать в любую европейскую страну обосноваться и найти работу но уже скоро такая роскошь останется в прошлом премьер собирается закрыть границы одновременно с официальным запуском процедуры Брекзита это должно произойти до конца марта те кто прибудут в страну после лишаться автоматического права оставаться здесь постоянно в Брюсселе считают ограничение свободного передвижения можно вводить только через два года когда утрясут все детали бракоразводного процесса но в Лондоне обеспокоены возможным всплеском миграции из более бедных стран ЕС и не хотят этого допустить единственное что могу точно подтвердить мы отказываемся от свободного передвижения в его нынешнем виде правда еще предстоит понять какой будет альтернатива пока очень сложно прогнозировать ведь все зависит от переговоров с Евросоюзом конечно все не так просто правительству еще предстоит защитить права более миллиона британцев которые сейчас проживают в других европейских странах по такому же принципу маловероятно что этим людям позволят остаться если Лондон станет отказывать гражданам ЕС впрочем в Польше к примеру уже нашли позитив в выходе Британии из Евросоюза ожидает что на родину вернется около 200 тысяч граждан таковы подсчеты Министерства экономического развития Польши из-за ухудшения демографической ситуации и дефицита квалифицированных сотрудников в стране с нетерпением ждут разочарованных действиями Лондона специалистов Светлана Чернецкая Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер Больше чем просто Европейский Союз даешь Европейскую Федерацию с таким призывом выступили парламенты четырех стран основателей ЕС представители Франции Германии Люксембурга и Италии опубликовали совместное письмо где расхваливают идею федерализации единой Европы дескать в кризисные времена нужно не разделяться а наоборот сплотиться письмо это приурочили к 60-летнему юбилею основания Европейского Союза французские тайны накануне президентских выборов становятся достоянием общественности главные претенденты на кресло главы государства утопают в коррупционных скандалах появилась очередная порция компромата на Марин Липен в чем ее обвиняют на этот раз узнаем от Оксана предвыборная агитация в разгаре лидер гонки кандидат от ультраправых Марин Липен разъезжает по стране улыбается избирателям посещает фермы школы детские сады пока вокруг нее сгущаются тучи бывший помощник Гаэль Нафри рассказывает тайну своего трудоустройства мол его пытались оформить в обход французских законов по законодательству европейскому и зарплату хотели платить с казны ЕС в 2012 году мне сказали есть проблема мы должны работать по контракту европарламента но я отказался и позже подписал договор с бухгалтером национального фронта журналисты якобы раздобыли документы доказывающие что Нафри работал помощником отца Марин Жан-Мари Липена евродепутата но сам Нафри эту информацию категорически отрицает а кандидату в президенты остается только отрицать все обвинения в свой адрес ранее ее уличили в незаконном трудоустройстве телохранителя и главы партийного кабинета даже обязали вернуть их зарплаты больше 300 тысяч евро срок истекает завтра Марин Липен все это называет политическими нападками Наша судебная система это ветвь власти и она независима следователи должны соблюдать закон а не мешать людям жить не мешать людям приходить к власти предвыборные митинги которые выглядят радостным общением с электоратом на самом деле стали для национального фронта головной болью сторонников Марин Липен которых автобусами свозили на агит акцию встретили французские тетушки колонну остановили неизвестные в масках которых отогнали полицейские спецотряды за 20 километров до города какие-то молодые люди в балаклавах остановили движение напали на нас палками и медалическими прутьями забросали весь автобус краской поцарапали окна нам пришлось вызвать полицию столкновения с полицией проходят по всей стране потасовками заканчиваются акции протеста против коррупции портреты Липены Франсуа Фиона еще одного кандидата уличенного в финансовых нарушениях горят в огне до президентских выборов во Франции осталось чуть менее двух месяцев и кто знает какие еще секреты политиков всплывут Оксана Кундеренко подробности телеканал Интер разочарованные французы которым не за кого голосовать предложили альтернативу да он может Барак Обама в состоянии стать хорошим президентом Франции движение за его кандидатуру возникло спонтанно под петицией уже более 40 тысяч подписи активисты вывешивают в Париже агитационные плакаты и устраивают акции в поддержку Обамы впрочем они не скрывают что это лишь шутка идея выдвинуть Обаму на выборы 2017 родилась за кружкой пива с друзьями нам надоело голосовать за лучшего из худших кандидатов вместо президента в которого мы верим не по сценарию церемония вручения Оскара этой ночью не обошлась без скандалов кому из голливудских звезд пришлось вернуть статуэтку какие фильмы оценили киноакадемики и почему имя американского президента так часто звучало со сцены Дмитрий Анопченко обо всем подробнее позади неделя споров о политике о громких заявлениях актеров о том что происходит в Лос-Анджелесе и лишь теперь когда результаты наконец-то объявлены Голливуд говорит о большом кино ни один голливудский сценарист а план церемонии продумывает целая команда в жизни не мог себе представить такого поворота событий и таких эмоций в финале при объявлении лучшего фильма перепутали конверты и со сцены объявили о победе картины Ла-Ла Ленд но момент триумфа съемочной группы был недолгим церемонию прервало сообщение Оскара придется отдать ведь в номинации на самом деле победил совсем другой фильм Лунный свет в зале происходило невероятное радость одних растерянность других никогда за почти 90-летнюю историю премии не случалось такого промаха последние 20 минут моей жизни были просто сумасшествия не думал что она может измениться столь драматично как за эти полчаса этот фильм победил на волне политкорректности после того как в прошлом году киноакадемики не дали номинацию ни одному чернокожему и вот он ответ на обвинение в расизме афроамериканцы представлены во всех номинациях а победу все-таки отдали жестокой драме о судьбе темнокожего гея ленте на которую вряд ли особо откликнется зритель но она идеально попала в голливудский тренд в то же время Ла-Ла Ленд который в финале Оскара не получил все равно ведь собрал шесть статуэток и уже сейчас его называют классикой жанра в основном благодаря музыке настоящим хитам и работе Эммы Стоун она признана лучшей актрисой саму Мэрил Стрип обошла нереальность это пожалуй единственное слово которым я могу описать происходящее этот же фильм получил Оскара за лучшую режиссуру лучший актер Кейси Аффлек младший брат куда более знаменитого Бена Аффлека его работа Манчестер у моря драма которая в общем-то не претендует на концептуальность лента в которой не так много действия но эмоции настоящие картина даже может показаться несколько затянутой но актерскую работу Аффлека киноакадемики оценили вручение Оскара это всегда нервы всегда эмоции но в этот раз была и дополнительная интрига а кто из актеров выйдя за получением знаменитой статуэтки упомянет не только тех кому благодарен но и президента Трампа кто скажет политическую речь эти несколько часов церемонии стали соревнованием кто ярче пошутит над новым президентом и его семьей и кто жестче выскажется о его политике ты наверное в платье от Иванки троллил ведущий Мэрил Стрип что это Трамп никаких твитов не пишет давайте пошлем ему сообщение и действительно отправил в прямом эфире есть в зале СНН и другие лживые СМИ выйдите немедленно шутил Джейми Киммел при получении одного из Оскаров победители посвятили свою награду иммигрантам при объявлении номинантов в эфире неожиданно прозвучала фраза я против стены а иранский режиссер который не смог приехать так и вовсе прислал заявление с осуждением иммиграционных указов его со сцены зачитали в целом ни одного президента Америки еще не вспоминали в ходе церемоний так часто и так критично это тоже впервые в истории Оскара об этом сейчас говорят очень многие кто с растерянностью кто с болью кто с недоумением большая политика меняет большое кино и даже Оскар изменила но есть здесь надежда надежда на то что и кино в свою очередь тоже сможет изменить Америку из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко Американское бюро телеканала Интер как расслабляются звезды мастер-класс релакса после церемонии награждения Оскар от Холли Берри об этом и не только в нашем обзоре голливудская звезда Холли Берри продемонстрировала как нужно расслабляться после церемонии вручения Оскара особенно после шоу с такой развязкой добравшись домой 50-летняя Берри кстати тоже обладательница золотой статуэтки сбросила с себя платье от Версача и нырнула в бассейн видео ню бывшей подруги Бонда стало популярным в инстаграме а вот другую звезду певицу Кэти Перри высмеяли папарацци всего за один неудачный снимок когда блондинка пристально следила за церемонией вручения Оскара на большом экране ее платье от Джана Поля Готье задралось получилось не очень прилично в Барселоне проходит всемирный мобильный конгресс самое ожидаемое событие на рынке мобильных технологий разработчики показывают смелые новинки например дронов и роботов управляемых с помощью смартфонов демонстрируют возможности сети 5G южнокорейские разработчики представили 4 проекта виртуальной реальности это устройство для помощи людям с плохим зрением или вовсе незрячим так называемые слепые зоны заменяются изображением устройство помогает читать тексты и смотреть видео также в мобильную моду вновь вернулись кнопочные телефоны жители Казахстана начали загадывать желания на банкнотах национальной валюты например на деньгах пишут что хотят выйти замуж родить ребенка или к примеру чтобы некто жандос уважал в общем пожелания самые разные согласно модной тенденции нужно собрать 7 банкнот в 200 тенге серийный номер которых оканчивается на 7 момент спасения мальчика в океане случайно отсняли туристы на Гавайях гигантские волны накрыли ребенка с головой и начали затягивать малыша в пучину это заметили отдыхающие по соседству сначала на помощь бросились несколько парней в шортах затем подбежали остальные ребенка успели вытащить из воды его жизни ничего не угрожает родителям которые не уследили за малышом досталось на орехи в соцсетях другой случай на воде на заметку рыбакам у юного любителя посидеть с удочкой улов стащил аллигатор мальчик дождался когда приманку учует рыба один крупный экземпляр даже приблизился к крючку но в самый ответственный момент рыбу похитил крупный аллигатор за секунду пресмыкающая сорвала жертву с крючка и утащила в морскую пучину в Кадисе на юге Испании стартовал главный карнавал Пиренеев Лос Карнавалес в праздники участвуют все жители гуляют больше двух недель в это время в городе бесконечное сиеста на улицах поют ансамбли ряженые в яркие костюмы К Лос Карнавалесу ответственно готовятся год репетируют и шьют наряды главная особенность праздника бесконечные шутки пародии и юмористические выступления на площадях карнавал в Кадисе является одним из старейших в Европе его основали еще в 16 веке на сегодня это все подробности Юэй там информация обновляется постоянно хороших вам новостей и до встречи завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok